Ну а нас же пока ждет урок литературы, тоже в каком-то смысле онлайн. Накануне исполнилось 215 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. И вся эта неделя объявлена Гоголевской. Где и чем удивят любители классики, Илья Шевченко расскажет. Доброе утро, коллеги! Приветствую вас в библиотеке имени Николая Васильевича Гоголя. И сразу хочу отметить, что эта неделя Гоголевская приурочена не только к, собственно, юбилею великого писателя. Роман 185 лет назад Гоголь начал работу над одним из самых известных своих произведений. Подсказка, оно связано с... один из центральных образов. В нем это предмет одежды, который при вчерашней теплой погоде нам бы точно не понадобился. Уверен, вы уже поняли, что речь, конечно, идет о повести Шинеля. О том, как представлена Шинель на Гоголевской неделе и что вообще запланировано в ее рамках. Мы поговорим с Анастасией Кинзерской, заведующей сектором культурных программ библиотеки Гоголя. Анастасия, доброе утро. Доброе утро, Илья. Мы находимся на выставке иллюстраций. Расскажите, какие именно работы мы можем здесь увидеть? Да, все верно. Мы находимся на персональной выставке Избергена Сабитова. Эта выставка посвящена иллюстрациям из художественных произведений. В ряде его работ представлены вольные интерпретации на произведения Гермена Гесса, Владимира Набокова, Франца Кавки и современных писателей. Но специально для нашей Гоголевской недели Изберген Сабитов создал ряд иллюстраций, посвященных циклу гоголевских повестей, то есть петербургским повестям. И в том числе Шинель. Да, конечно, куда же без нее. На этой стене вы видите представленные работы, они выполнены в технике графической, что отсылает нас к технике писания пером и тушью к XIX веку. Как раз тогда были созданы первые иллюстрации к произведениям Гоголя, точнее, к началу XX века. А на соседней стене вы уже видите вольные интерпретации на другие произведения Гоголя, такие как «Коляска» и «Мертвые души». И вот переходя от того, что нас отсылает к XIX веку, к веку XXI, здесь же я вижу совсем рядом представлена интерактивная карта «Гоголевский Петербург». Расскажите о ней, что мы можем на ней увидеть. Да, как видите, у нас традиция соседствует с современностью, это современные технологии. И здесь мы видим с вами интерактивный Гоголевский Петербург, также у нас есть интерактивный Гоголевский Рим. Это два памятных города в жизни и творчестве Николая Васильевича, где вы можете изучить не только, как создавались произведения, но какие места в нашей северной столице связаны с его жизнью, с его творчеством и, собственно, с всем, что происходило в его жизни. Да, очень красиво проиллюстрирована карта, все кликабельно, можно... Да, не только иллюстрации, но отрывки из писем, произведений и созданный авторский арт, а также аудио, отрывки из произведений. Да, и продолжая разговор вот как раз об авторской интерпретации, в том числе Шинелли, видео-арт, давайте посмотрим отрывок из него. И ведь Шинель-то моя. Сказал один из них городок. И ведь Шинель-то моя. Расскажите, давайте пока мы смотрим видео-арту, но вот уже, я думаю, без звука, что еще запланировано в рамках Гоголевской недели? Я знаю, это будут и лекции, и дискуссии. Да, как вы поняли уже, что центральным образом Гоголевской недели выбрана Шинель. Ведь это не только... Мы хотим рассмотреть не только с точки зрения литературы, да, как основы, но не только с точки зрения театра, что еще приходит на ум, а также с точки зрения музыки, кинематографа и даже моды. Специально для Гоголевской недели совместно с современным художником Кириллом Бетехтином мы создадим кастомную модель Шинели, которую можно действительно носить как предмет гардероба, и уже при такой погоде можно спокойно носить и быть не только защищенным, но и стильным, классным и литературно подкованным. Анастасия, большое вам спасибо. Друзья, ну а к Шинели мы вернемся в следующем включении, потому что в рамках Гоголевской недели еще пройдет мастер-класс, на котором любой желающий в технике валяния из шерсти сможет создать маленькую Шинель. Дождитесь, будет интересно. Это утро в Петербурге, мы продолжаем. И мы продолжаем отмечать юбилей 215 лет со дня рождения Николая Гоголя. В Петербурге Гоголь оказался в возрасте 19 лет. Позже писатель изображал город таким разным, то сказочным, то угрюмым, то реальным, то мистическим. Ну, достаточно вспомнить Шинель. О ней сейчас, к слову, и пойдет речь. И вновь передаем слово Илье Шевченко. Илья, еще раз тебе доброе утро. Доброе утро еще раз, коллеги. Вы совершенно правы, речь пойдет о Шинели. И вот такую Шинель мы попробуем сделать по технике валяния из шерсти. Это то, что я пока успел натворить из заготовки. Заготовок вот у нас тут много. У нас такой коллективный мастер-класс с нами, Женя и Соня. А руководить процессом будет Евгения Марусик. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что именно мы сейчас сделаем. Вот у нас есть пустые заготовки. Мы сейчас им придаем зеленый цвет, получается. У нас с вами есть заготовочка, которую изначально мы свернули из такой вот шерсти бросовой. Плотно скрутили и сваляли. Дальше мы с вами покрываем эту заготовочку цветом. То есть мы берем иголочку. И вот эта вот иголочка имеет особенность. У нее есть зазубринки. Она перепутывает у нас шерсть. А какой толстый, насколько толстый слой надо брать? Потому что мне кажется, у меня Шинель выглядит как будто поросла чем-то, каким-то мхом. Ну, на самом деле, много брать не надо. Лучше потом еще раз положить еще слой, еще слой, если будут просветы, да. И накладывать лучше немножко с нахлестом друг на друга слои. Для того, чтобы у нас не было этих просветов. И хотел бы я еще задать такой более фундаментальный, возможно, вопрос про валяние из шерсти. Что это за иголка? Это ведь необычная иголка. Конечно. Это иголка у нас для фельдцевания. Это у нас профессиональная иголка для валяния, для техники сухого валяния. На конце у нее есть зазубринки определенные, которые как раз-таки у нас перепутывают эти ворсинки, шерстинки. И это своего урода, как, знаете, вот дреды, да, у определенных людей, да, кто любит, там, или девочки, которые не расчесывают долго волосы. Вот у них такие дреды получаются. А я знаю, что еще, что в валянии существуют техники мокрого валяния и сухого валяния. Расскажите, какая техника использовалась, когда создавались вот заготовки для наших шинерей? Использовалась техника сухого валяния. Так как это быстрее, просто можно скрутить плотно шерсть, придать ей определенную форму. Это как моделирование, как лепка. Самое главное, как бы держать в голове, да, какая должна быть в итоге у вас фигурка, и аккуратно ее уваливать со всех сторон. То есть идет как бы сжимание этой заготовки со всех сторон с помощью иголки. А для чего нужно тогда мокрое валяние? А мокрое валяние все-таки чаще используется для создания одежды, для каких-то аксессуаров, шарфиков. Вот, также, может быть, для картин. Также есть еще комбинированное валяние. То есть это когда мы можем, например, что-то сделать в мокром валянии в технике и довалять еще сверху сухим. Вот, такая техника тоже есть. А что это за шерсть, грубо говоря, какого животного? Я знаю, что используется самая разная для валяния. В данный момент это овечья шерсть. Она самая распространенная, и есть разные породы овечек, которые, конечно же, имеют разную структуру волоса. То есть толще, тоньше. И опять же, разная эта структура используется для разных целей. То есть для валяния тапочек одна, для валяния, например, игрушек другая. Для валяния одежда совершенно другая используется. А вот коротко так предварительно у меня получается шинель. Насколько это хорошо или насколько плохо? На первый раз хорошо. На первый раз хорошо, утешили. А что не так, если честно? Ну, вам нужно просто, конечно, закрывать вот эти просветы. Плотнее уваливать. И я бы не стала сейчас сразу на рукава переходить. Сначала бы я сделала все-таки основу всю полностью, спинку и перед. А потом уже на рукавчике. И я знаю еще, что планируется прикрепить вот такой держатель, чтобы превратить наш шинель в брелок. Да. Ну что ж, друзья, я, как и предполагал, не успел закончить до конца шинель. Именно поэтому у нас есть магия телевидения готовая шинель, готовая заранее. Здесь есть пуговицы. И единственное, не хватает вот держателя для брелка. Но такая полноценная гоголевская деталь окажется у кого-то дома. А окажется она дома и у вас, если вы посетите этот мастер-класс. Коллеги, передаю вам слово. Илья, спасибо большое. Спасибо тебе большое. Очень здорово у тебя получилось. Продолжай. Мне кажется, это твое.